Здравствуйте, уважаемые коллеги! И вкупе с данными радиологических исследований мы используем их для принятия решений о дальнейших диагностических мероприятиях. Итак, для начала я покажу алгоритм, который предложен уже давно, много лет назад, еще в 2004 году. Он был предложен в университете М. Ди Андерсон, в клинике М. Ди Андерсон Техасского университета. Когда речь идет о непальпируемом новообразовании, классифицируемом как Байратс-3, вот здесь как раз-таки необходимо интерпретировать индивидуальные риски у пациента. И в зависимости от этих рисков осуществлять дальнейшие действия. То есть если это пациент с непальпируемым новообразованием, Байратс-3 и низким риском, то в рамках этого диагностического алгоритма предлагается проводить динамическое наблюдение, выполнять повторное исследование, маммографии, ультразвуковое исследование. Если же этот пациент классифицируется как пациент высокого риска, то предлагается сразу же выполнение стереотаксис-биопсии при непальпируемом новообразовании под ультразвуковым или рентгенологическим контролем. Как же оценить эти индивидуальные риски? Наиболее распространенным, самым известным вариантом является так называемая модель Гейла. Если набрать в поисковике Google модель Гейла, то сразу же вы выпадете на сайт, где доступен онлайн-калькулятор, учитывающий такие параметры, как возраст пациента, первое деторождение, наличие родственника первой линии с злокачественным заболеванием. В данном случае имеют значение только родственники ближайшие, это мать, сестра или дочь пациента. Обобщая все параметры, такие как, например, биопсия в анамнезе у пациента, эта система выдает суммарный риск развития рака молочной железы по данным клиническим параметрам в течение пяти лет и общий риск в течение жизни у данного пациента. Их можно сопоставить с общепопуляционными и тем самым получить некое дополнительное представление об индивидуальных рисках у конкретного пациента. Какие же факторы риска не входят в модель Гейла? Какие входят в них? Давайте поговорим немножко обо всех факторах риска. Ну, конечно же, самым важным фактором риска, естественно, является возраст. Возраст 65 лет плюс ассоциирован с более чем четырехкратным увеличением риска рака молочной железы. Это самый важный параметр в оценке факторов риска. Ну, один из самых важных на сегодняшний день. Можно часто услышать о том, что рак молочной железы сильно помолодел, о том, что мы чаще, все чаще встречаем это заболевание у молодых женщин. В действительности, по данным базы Surveillance, Epidemiology and Results, весь прирост случаев рака молочной железы за последние годы, с 75 года по 2012 на этом графике, происходит за счет пациентов в возрасте старше 50 лет. То есть заболеваемость у молодых пациентов, в принципе, остается достаточно стабильной по этой статистике. И на самом деле, для того, чтобы обнаружить один случай рака молочной железы в возрастной категории от 20 до 30 лет, нужно тысячу женщин наблюдать в течение, 1674 женщины наблюдать в течение 10 лет. То есть если я хочу найти один случай у 20-30-летних женщин, 1674 женщины необходимо наблюдать в течение 10 лет. И за эти 10 лет будет один случай рака молочной железы. Поэтому возраст, конечно же, это ключевой фактор риска по-прежнему. Наличие атипичной протоковой гиперплазии, верифицированного диагноза. Атипичная протоковая гиперплазия на сегодняшний день считается облигатным предраковым состоянием, требующим хирургического вмешательства. И возникновение этого заболевания ассоциировано с очень высокими рисками развития инвазивной карциномы. На сегодняшний день этот процесс рассматривается как, в общем-то, предраковое состояние. По данным клинических исследований, при централизованном пересмотре, при установке диагноза атипичная протоковая гиперплазия, при проведении хирургического лечения и централизованном пересмотре, частота так называемого апгрейда до наличия инвазивного процесса оказывается очень высокей, до 30%. То есть практически в 30% случаев, в 20% в среднем, если перед вами пациент, которому был установлен диагноз атипичная протоковая гиперплазия по результатам корбиопсии, вероятно, что на самом деле речь идет даже о инвазивном раке молочной железы. Наследственные мутации. Мы много и часто говорим о мутациях Берсей-1, Берсей-2. Это самый известный фактор риска, в том числе у молодых пациентов. Но на самом деле, помимо этого, существует множество генетических аномалий, ассоциированных с достаточно высоким риском развития рака молочной железы, относительным. В частности, ЧЕК-2, известная мутация, тронкирующая по данным литературного анализа, выполненная в 2015 году, ассоциирована с трехкратным увеличением риска. По данным клинического исследования, выполненная КАУЧ в 2017 году 2,3 раза. Но вот мутация ПАЛП-2, которая менее известна и менее на слуху, ассоциирована с очень высоким увеличением риска рака молочной железы в 5 от 5 до 7,5 раз. Поэтому наличие генетической аномалии – это безусловный фактор риска рака молочной железы. Ну и, конечно же, наличие семейной истории, которая, безусловно, учитывается в модели Гейла. Высокий уровень эстрогена или тестостерона в менопаузе. Этот фактор риска достаточно широко известен. Считается, что в пременопаузе высокий уровень эстрогенов не ассоциирован с высоким риском рака молочной железы, и даже ожирение в пременопаузе имеет некий протективный эффект. Однако в 2013 году была опубликована работа, опровергающая эти утверждения. Оказывается, что и в пременопаузе существует зависимость. При разделении пациентов на так называемые квантели, на 5 групп, оказывается, что чем выше уровень женских половых гормонов – эстрона, эстрадиола и мужского полового гормона – тестостерона, тем выше оказываются риски. Они могут возрастать до полуторакратного увеличения. Антимюллеров гормон также, по данным многих работ, оказывается фактором, ассоциированным с увеличением риска. По данным 10-ти проспективных когортных исследований, была установлена опять-таки зависимость. При выделении 4-х квартелей выясняется, что чем выше уровень антимюллеров гормона, тем выше относительные риски у пациентов. Отказ от грудного вскармливания, отказ от беременности, закончившуюся родами. Это тоже известный фактор риска рака молочной железы, но есть некоторые противоречивые данные в отношении триплонегативного рака молочной железы. В частности, есть исследования, которые указывают о том, что увеличение количества деторождений ассоциировано с повышением риска триплонегативного рака молочной железы. Всего 3 из 13 исследований на эту тему указали на повышение, но, тем не менее, такие работы есть. Однако в отношении эстроген-рецептора позитивного рака молочной железы всем хорошо известно, что деторождение и кормление грудью значительно снижают риски развития этого заболевания. Недавнее использование комбинированных оральных контрацептивов. Это очень актуальный вопрос, который часто обсуждаем мы с докторами-гинекологами, и на просторах интернета можно встретить очень противоречивую информацию относительно этого вопроса. Многие еще принято говорить о том, что комбинированные оральные контрацептивы не ассоциированы с увеличением риска рака молочной железы. На самом же деле это не так. Существует большое количество различных исследований, которые демонстрируют различные увеличения рисков рака молочной железы у пациентов, которые в настоящее время являются пользователями комбинированных оральных контрацептивов. Самое большое из всех этих исследований – это проспективное когортное исследование Danish Sex Hormone Register Study, в котором участвовали 1,8 миллиона женщин. Вообще скандинавские исследования характеризуются очень высоким качеством данных, потому что в этих странах существуют мощные канцер-регистры и мощные регистры данных по всем медицинским состояниям. Можно складывать впечатление, что ты пошел в магазин колбасы купить и попал в регистр людей, которые покупали колбасу в Норвегии в этом месяце. В единый регистр заносились данные всех пациенток, которые принимали различные гормональные средства, в том числе комбинированные оральные контрацептивы. В возрасте от 15 до 49 лет на момент включения и огромный период времени – с 1995 по 2012 год. Средний период наблюдения составил 10,9 лет. За это время было выявлено 11 517 случаев рака молочной железы. Оказалось, что среди всех женщин, принимавших комбинированные оральные контрацептивы, риски оказались выше, с увеличением относительного риска 1,2. Риск возрастал в зависимости от длительности приема, был низким достаточно при приеме менее года, и при приеме более 10 лет возрастал в среднем до 1,38, то есть на 38% увеличения риска. Причем эти риски сохраняются на достаточно продолжительном отрезке времени и после прекращения приема комбинированных оральных контрацептивов. Выглядит это все страшно, но на самом деле комбинированные оральные контрацептивы – это способ контрацепции, который в основном применяется у молодых женщин до 30 лет, до 35 лет. И поэтому увеличение, нумерологическое увеличение рисков не транслируется в реальное клиническое изменение ситуации. То есть реальные риски составляют 0,06% в возрасте от 20 до 30 лет в течение 10 лет. При применении коков и при трансляции вот тех рисков, которые я озвучивал, эти риски возрастают до 0,07%. Ну как это вот можно объяснить пациентам? Примерно как представьте, что если бы вам сказали, что ваши шансы умереть, подавившись косточкой от сливы, возросли на 28%, станете вы после этого есть сливы или нет. Но я как-то не задумывался, какие шансы были до этого, какие вообще риски существуют. Я их ел и получал удовольствие. Поэтому в принципе сказать, что применение комбинированных оральных контрацептивов ассоциировано с очень значимым увеличением риска, конечно же нет в таргетных популяциях, где эти препараты назначаются. Но, к сожалению, в наших реальных практиках в Российской Федерации эти методы контрацепции назначаются в том числе пациентам, которым их назначать бы не стоило. В том числе пациентов старше 35 лет, пациентов, имеющие дополнительные факторы риска рака молочной железы. Какие еще необходимо упомянуть? Применение заместительной гормонотерапии в постменопаузе. Это очень известный фактор риска у пациентов. И, в общем-то, проведено большое количество исследований этого вопроса. 47 публикаций были объединены в большой метаанализ, проведенный китайскими авторами. Там включались рандомизированные контролируемые исследования, проспективные когортные исследования и исследования случай-контроль. И в результате вот такой вот forest plot очень хорошо иллюстрирует результаты этого исследования. Оказалось, что применение заместительной гормонотерапии действительно ассоциировано с достаточно значимым увеличением относительно рисков. У пациентов, которые в настоящее время находятся на заместительной гормонотерапии, эти риски составляют 1,76, и при более продолжительном приеме заместительной гормонотерапии в течение 5-10 лет относительные риски увеличиваются в два раза. То есть в два раза могут увеличиваться риски рака молочной железы у пациентов, находящихся на заместительной гормонотерапии. Раньше считалось, что эти риски составляют около 30-процентного увеличения. Причем во всех категориях пациентов, и в расовых категориях, и вне зависимости от типа прогестина, который использован при применении комбинированной заместительной гормонотерапии, эти риски возрастают достаточно сильно. При пероральном применении значительно выше, чем через транскутантном доставке средств заместительной гормонотерапии. По всей видимости, это связано, конечно, с концентрацией гормонов в крови при различных способах доставки. Ну и, конечно же, ключевым моментом является увеличение риска развития гормонозависимого эстрогенорецептора позитивного рака молочной железы. Самое большое исследование, которое полностью повторяет результаты этого метаанализа, это было исследование Women's Healthcare Initiative Study, которое продемонстрировало впервые, что заместительная гормонотерапия – это не эликсир молодости, а это палка о двух концах, которая ассоциирована с увеличением риска. Вот на этих кривых вы видите пациентов, которые принимали плацебо, это пунктирные линии. Красным отмечены пациенты, которые получали заместительную гормонотерапию, комбинированную, состоящую из эстрогеновой терапии и прогестиновой терапии. А синей непрерывной линией отмечены пациенты, которые получали только эстрогеновую терапию. Здесь вы видите, что риски их снижаются относительно плацебо. То есть применение монотерапии эстрогенами в постменопаузе, по всей видимости, ассоциировано со снижением риска рака молочной железы, как бы парадоксально для многих это не звучало. Регулярное употребление алкоголя. Об этом часто говорят онкологи на различных конференциях, и это в определенной степени бесполезно, потому что алкоголь плотно является частью культуры западного мира, и отказываться от него никто не собирается, и от курения это люди отказаться не могут. Что уж говорить о таких вещах. Регулярное же употребление алкоголя на самом деле ассоциировано с увеличением риска рака молочной железы от 1,1 до 2 раз. Проведено было интересное исследование, которое установило, что в общем-то безопасной доле алкоголя, о которой принято было говорить раньше, общаясь с пациентами, мы упоминали, что там от 30 единиц чистого алкоголя, то есть бокал вина, это безвредно, это безопасно, за ужином его можно употребить. На самом деле исследование убедительно достаточно продемонстрировало, что канцерогенный эффект алкоголя наблюдается абсолютно одинаково, и вне зависимости практически от дозировки и от частоты его применения. Для того, чтобы объяснить реальные риски в общении с пациентами, наши, например, зарубежные коллеги используют вот такие простые таблички, которые позволяют достаточно легко донести информацию до пациентов. Если взять и сравнить влияние различных факторов на реальную заболеваемость, если взять тысячу женщин в возрасте от 50 до 59 лет, и какое примерное число женщин заболеет в течение 5 лет раком молочной железы, 23 случая в общей популяции наблюдается. Если все эти женщины, тысяча женщин будет принимать заместительную гормонотерапию, то мы увидим плюс 4 случая при применении комбинированной заместительной гормонотерапии. Минус 4 случая при применении монотерапии эстрогенами. Как я уже сказал, она, по всей видимости, обладает протективным эффектом. Плюс 4 случая, если все эти женщины будут находиться на терапии комбинированными оральными контрацептивами. Плюс 5 случаев при употреблении 2 и более бокалов вина в день. Плюс 3 случая у курящих. Курение тоже является неспецифическим фактором риска всех видов злокачественных заболеваний. Для рака молочной железы, наверное, это в большей степени так называемый chain smoking, когда действительно человек хронически употребляет очень большое количество сигарет. Плюс 3 случая у курящих. И обратите внимание, плюс 24 случая из-за избыточного веса и ожирения. Вот это ключевой, на самом деле, фактор риска, который, конечно же, ассоциирован с такими вещами, как и уровень гормонов. Потому что в постменопаузе основным источником продукции эстрогенов является жировая ткань. Это механизм ароматизации. В первую очередь, значение имеет жировая ткань передней брюшной стенки. Поэтому ожирение, избыточный вес и гиподинамия являются факторами риска, который мы обязательно должны принимать во внимание и беседовать с нашими пациентами, разъясняя им, насколько те или иные факторы могут оказать реальный вклад в заболеваемость. Как вы видите, вот эта картинка, она производит очень большое впечатление, как правило, на людей. Они понимают, что те факторы, которые они привыкли считать действительно значимыми, очень сильно уступают тем факторам, которым они отдавали меньше внимания, воспринимая советы врачей, как, в общем-то, такой общий медицинский разговор. Ну и, конечно, минус 7 случаев при физической активности более 2,5 часа в неделю и более. Рекомендуемая доза физической активности для пациентов – это как минимум 90 минут физической активности, которая имеет высокую интенсивность, при которой человек не может говорить. То есть настолько интенсивно он совершает физические упражнения. Либо 180 минут в неделю физической активности, при которой человек может говорить, но не смог бы ничего спеть. Итак, выводы. Конечно же, учет факторов риска имеет исключительное значение при работе мультидисциплинарной команды на этапе проведения диагностических мероприятий. Для того, чтобы понять, как обследовать пациента, который впервые обратился в медицинское учреждение, проходит процедуру скрининга. Для того, чтобы индивидуализировать процедуру обследования, необходимо, помимо прочего, учитывать и факторы риска. Ну и, конечно, некоторые признаки и признанные факторы риска имеют, на самом деле, прочеворечивое значение, а те факторы, которые недооцениваются должным образом, оказывают колоссальное влияние на популяционные риски рака молочной железы. Большое спасибо за внимание.